Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето Бла Бла Фьюзен Канна. Добро пожаловать! Перед вами мой сегодняшний Кето Агит. Здесь 900 килокалорий. Сейчас у меня присутствует завтрак снова. 100 килокалорий сливочное масло обычно. Это и сыр. Завтрак присутствует, потому что я снова вернулась, конечно же, к приему полному, обязательному, ежедневному к приему препаратов от гипертонии. Ни с чуда не произошло, как говорится. Посидела, повалялась я в больнице с низким давлением, ну, как это и должно было быть после наркоза, и всё, как говорится, поползло вверх. И, соответственно, сейчас принимаю таблетки в полном объёме. Поэтому завтрак присутствует у меня, я называю его техническим, и два приёма пищи основных. Это обед и ужин. В принципе, по 900 килокалорий тот и тот одинаковы. В объёме одинаковы, в КБЖУ одинаковы, ну, то есть пропорции, кетопропорции, как положено, 10, 70, 20. В общем, всё как раньше. И 1900 килокалорий текущая у меня калорийность в день в итоге получается. И всё красиво. И здесь, соответственно, 900. Но при этом вот этот салат, это я не весь съем, а только половина этой чашки. И частенько я так делаю. Половина, значит, нарезала, половина оставила. Плюс пищевые дрожжи. Здесь посчитано, кстати, в сегодняшнем обеде всё. Включая пекинскую капусту в салате, вот что-то сегодня мне так захотелось. Помидоры посчитаны здесь. Ну, окурцы и зелень, в смысле, не посчитаны. Пищевые дрожжи тоже не посчитаны вообще. Их никогда не заморачивалась, не считала. И одна столовая ложка рыжикового масла пошла в зачёт. Соответственно, сегодняшний обед, даже несмотря на то, что я написала туда и пекинскую капусту, и квашеную капусту приготовленную записала, которая вот здесь идёт как основное блюдо, вот, всё равно углеводов получилось очень мало. И фактически сегодняшний обед – это фактически строгая кето. То есть тут у меня всего 5% вместе с капустой, помидорами и всеми делами. И даже, я бы сказала, ещё и белка занижена, что для меня, в принципе, как бы нормально, в плане того, что физическая активность у меня такая средненькая. И в плане того, что вот как-то я... Я очень боюсь больше всего кето питания именно белков. Не хочу вылетать с кетоза, в принципе, как вы понимаете, если вы следите за моим каналом. Даже вот, как говорится, Лёшка в больнице не смогла меня на это дело сподвигнуть. И в итоге всё равно оказалось хоть на все мои страхи, что я думала, что это я белка переела, это типа у меня отёки, потому что я вылетела с кетозой. Нифига подобного. Это просто больничные капельницы дали своё, знаете. Даже, кстати, глюкоза тоже в этом деле совершенно прошла мимо, не отразилась на моём кетозе вообще никак. Ну и, собственно, что ещё здесь на обед у меня? Это было, кстати, вчера на ужин была вот тушёная капустка с небольшим количеством лука, квашеная. И вчера были вот эти вот купаты, так называемые, святые свиные, свиные купаты, короче, с квашеной капустой. Ну и ещё в догоночку белкам и жирам ещё два варёных яйца. На десертик будет аж 35 грамм грецких орехов и один кубик 97,7 горького шоколада. Ну и вот, чтобы уж точно не забыть, положила сюда сразу. Ну это омега-3, который я вообще периодически забываю. И железо, и просто обычный, приобычный поливитамин гексалит. Железо это чисто мне выписал врач, опять же, по итогам анализов при выписке, что у меня там чуть-чуть, буквально на 4 или 5 пунктов у меня не хватает железа, то есть, небольшая анемия у меня присутствует по итогам выписки. При этом, кстати говоря, до поступления на операцию у меня были, как сказал врач, терапевт, хоть в космос запуская прекрасные анализы. И даже, кстати, показывающие воспаление, они тоже были, в принципе, в норме. Хотя у меня раньше всю жизнь, уже в лет 10, как показывало, что у меня какой-то воспалительный процесс происходит. И тут даже ещё и в норме были. То есть, у меня были прекрасные вообще анализы, там тоже никакой анемии не было. Вот, ну и что-то там вот какой-то, не знаю, такой вот произошёл небольшой. Ну, короче, месяц попью, а там уже сделаю анализы и итоговые, опять же, по железу. И, как говорится, сделаем выводы. Хотя ещё у терапевта я, соответственно, не была. Может быть, и меньше попью, а может и больше. Короче, это дело такое. Железо тоже такая штука сложная. Вот, такой сегодня у меня получился кето-обед. На ужин будет, скорее всего, варёно-копчёная корейка, салат, орехи, шоколад. В общем, в принципе, может и яйца, если туда войдут. В общем, где-то так. Но в любом случае, 900 килокалорий, как всё, как по расчёту. Огромное вам спасибо, поклон низкий в землю. Всем, как говорится, кто смотрит мой канал, кто наблюдает за моей кето-жизнью, скажем так, добро пожаловать. И если вы новенький, всем приветок, опять же, спасибо. Если что, заглядывайте в мой телеграм-канал, там всё происходит ближе к телу. А также у меня есть ещё один канал на Ютьюбе, Мистик Магический. Кстати, у меня, я ещё в больнице записала там видео такое довольно длинновато. Не знаю, буду его монтировать или нет. Но в любом случае, надо найти техническую возможность его выложить. Оно ещё в больнице записано, так сказать, время было вагон свободного. Ну и вот кето рулит магией вечной. Всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах.